Первый матч сезона, полные трибуны, праздничная атмосфера и фанатские группировки. Это значит стартовал чемпионат России по хоккею в рамках высшей хоккейной лиги. В соперниках у белоголубых крепкие парни из Новокузнецкого металлурга. Матч складывался эмоционально. Много атак, удалений, курьезных моментов. Капиток 5-2, Динамо Алтай начинает новый сезон с победы. Игра от ножа, очень много ошибок, очень много желания. Большинство, меньшинство, туман, все остальное, все смешалось, кони, люди, эмоции. 2-2, игра шла до ошибки, до гола. Соперник совершил ошибку вторую. Парни наказали и выстояли не в простой ситуации, забили гол и одержали очень важную в психологическом плане нужную победу. В новом сезоне чемпионата ВХЛ сыграет 33 команды. После стартового поединка Динамо Алтай занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч белоголубые также проведут на своем льду. 10 сентября соперником барнаульской команды будет магнитогорская магнитка. А теперь к мировым новостям. В Париже продолжается пара Олимпиады, где весьма успешно выступают наши спортсмены. В шестой день турнира россияне, которые выступают под нейтральным флагом, завоевали 9 медалей. 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Среди них и алтайские спортсмены. Александр Костин первым преодолел дистанцию в беге на 1500 метров. Серебряным призером в заплыве на 200 метров вольным стилем стал Роман Жданов. В следующих выпусках новостей мы расскажем об итогах Паралимпиады. Она закончится 8 сентября. Что касается медального зачета, наша команда нейтральных паралимпийских атлетов идет на шестой позиции. Дмитрий Дроздов, День с толком.